Геннадий Родин – активный участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Для москвича в инвалидном кресле нет никаких преград. Ни в здании медиа-центра, где проходят дискуссии, встречи и мастер-классы, ни за его пределами. В Сочи он бывает как минимум три раза в год, не пропускает ни одного крупного мероприятия. В копилке Олимпиада и Паралимпиада, Формула-1, Кубок Конфедераций. Теперь вот и фестиваль молодежи. Второй в его жизни после московского в 85-м. В том числе доступная среда, говорит Геннадий, заставляет его снова и снова возвращаться сюда. Я оцениваю доступную среду в городе Сочи как очень хорошую. Здорово, что вот сейчас есть низкопольный транспорт и маломобильные люди, в том числе инвалиды на колясках, могут поехать на Красную поляну в Сочи, куда-то там сами по себе погулять. Здесь же все красиво, в Олимпийский парк. Люди с ограниченными возможностями стали и спикерами фестиваля. Среди них один из самых известных мотивационных ораторов, символ надежды для миллионов отчаявшихся во всем мире – Ник Вуйчич. Вот он общается с журналистами после одной из самых посещаемых встреч с молодежью, на которую собралось полторы тысячи человек. Кстати, в Сочи он приезжает уже во второй раз. А вообще Вуйчич уже побывал с лекциями в 68 странах. Участники фестиваля молодежи – это лидеры будущего поколения. Я хочу, чтобы молодежь не обращала внимания на какие-то стандарты, особенно внешние. Мы разные, и в этом красота жизни. Вуйчич также поблагодарил всех волонтеров фестиваля за работу и готовность всегда прийти на помощь. В числе таких – Владимир Тресунов. Он и сам порой нуждается в помощи, но предпочитает ее оказывать другим. Он – волонтер. Отвечает за навигацию гостей фестиваля. В свободное время увлекается изготовлением вот таких шедевров из обычных спичек. Как и другие участники с инвалидностью, живет Владимир в специально адаптированном номере в гостинице Олимпийского парка. Говорит, в Сочи не только грамотно продуманная доступная среда. Еще один неоспоримый плюс – это отношения окружающих. Великолепно. То есть где-то подъехал, в любом месте, где кочки или еще что-либо, тут же подбегут, помогут, тут же в автобус помогают. Таксисты тоже, да, подъезжаешь к ним, они с удовольствием, пожалуйста, они берут, сами посадят, коляску берут. Поэтому насчет этого нет, а именно с людьми хорошие отношения. Людей с ограниченными возможностями на фестиваль в Сочи приехало 46 человек. Колясочники-инвалиды по слуху и зрению. Все отмечают – Сочи действительно город без барьеров. Были подготовлены объекты размещения для данных людей, и были подготовлены пути их передвижения, связанные с тем, чтобы работали подъемные лифтовые устройства в подземных и надземных переходах, чтобы правильно была выложена тактильная плитка, как ориентир для передвижения инвалидов по зрению. Высокую оценку дают и эксперты, называя Сочи одним из лидеров в стране по внедрению безбарьерной среды. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.